Добрый вечер в Красноярске 20.30 на телеканале Енисей Новости в студии Сергей Инжутов. Вначале коротко о главных темах дня. Специалисты фиксируют резкий рост заболеваемости свиным гриппом в России. Если заболевший в нашем крае, чем опасен этот вирус? Мы готовы на сегодня, наша территория, к встрече вот с этим гриппом. У нас достаточное количество лекарственных препаратов, именно противовирусных, которые мы сегодня используем для лечения данного заболевания. В Никарагуа откроется филиал Сибирского юридического института, что будут преподавать наши специалисты латиноамериканским полицейским. Я не думаю, что многие вузы в Российской Федерации могут похвастать наличием своих филиалов, полноценных, настоящих, не дистанционных, как сейчас принято, а вот таких вот очень активно действующих в дальнем зарубежье. Министр культуры края Елена Мироненко представила нового директора Красноярского музейного центра. Кого назначили на эту должность? Задача, как всегда, глобальная, масштабная. Как минимум в 2017 году получить новый приз европейский. А дальше посмотрим. Озера Шарыповского района планируют объединить в туристический кластер. Что изменится для туристов, предпочитающих отдыхать на родине? Мы должны смотреть, скажем, если есть озера на территории Шарыповского района, то мы, соответственно, должны обустраивать эту территорию, не просто подвезти туда дороги, а чтобы появились базы отдыха, появились объекты какие-то. Сегодня полицейские края подвели итоги своей работы за прошлый год. Как отметил начальник главного управления МВД по краю Вадим Антонов, в 2015 году сотрудниками раскрыто более 33 тысяч преступлений. Из них более трех тысяч связаны с незаконным оборотом наркотиков. При этом совместно с другими правоохранительными органами изъято более 1200 килограммов наркотических средств. Вадим Антонов также заявил, что в регионе снизилось количество убийств, разбойных нападений и грабежей. Благодаря слаженной работе не допущено нарушение правопорядка во время массовых мероприятий в крае. На коллегии присутствовал и губернатор Виктор Толоконский. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу участковых, привлекать к работе полиции волонтеров и в целом увеличивать взаимодействие правоохранительных органов с общественностью. В современных условиях органов внутренних дел уже не столько профессионально закрытая система борьбы с преступностью, сколько такое открытое, если видите, публичное ведомство по обеспечению порядка, по обеспечению безопасности. Здесь все равно без взаимодействия сообщества и просто другими государственными и общественными инструкциями не обойтись. На западе России эпидемия свиного гриппа. Дойдет ли вирус до нашего края и как защитить себя от него, расскажем далее в выпуске. В Красноярском крае начинает теплеть. После затяжных морозов уже сегодня днем было около 20 градусов. По прогнозам синоптиков Красноярского гидрометцентра, завтра ожидается не холоднее минус 22. В выходные дневные температуры поднимутся до минус 12-14 градусов, а в воскресенье во время снегопада даже, возможно, потеплеет до минус 10. Впрочем, это неустойчивая тенденция. Уже на следующей неделе в регион Северо-Востока придут холодные массы, что вновь приведет к понижению температуры. И уже ко вторнику вновь у нас температура понизнет ночью 25-27, а дневные порядка около 20 градусов. Это будет связано с тем, что вновь над Западной Сибирью установится блокирующий гребень, который будет препятствовать проникновению теплых воздушных масс на наши центральные и южные районы. В Красноярске снят режим неблагоприятных метеоусловий. Такое решение приняли специалисты краевого управления гидрометеорологией и мониторинга окружающей среды на основе замеров воздуха и прогноза погоды. В краевом центре потеплело и пошел снег. В связи с этим вредные примеси в воздухе начали рассеиваться. Режим неблагоприятных метеоусловий сохранялся в Красноярске с начала этого года. Причем его уровень даже поднимали до второго. Теперь в управлении должны подготовить отчет о динамике качества воздуха за эти дни. Новым руководителем Красноярского музейного центра стала Мария Букова, сотрудница учреждения, заведующая экспозиционно-выставочным залом. В новом качестве коллектива ее представила министр культуры края Елена Мироненко. Она рассказала, что Мария Букова – искусствовед, с отличием окончила Сибирский федеральный университет, имеет опыт работы на крупных международных мероприятиях, курировала большие выставочные проекты. Кроме того, прошла несколько программ повышения квалификации, в том числе за границей. Марии Буковой 27 лет. Сразу после вуза она пришла работать в музейный центр и считает учреждение родным. Пока она будет исполняющей обязанности директора, но эта приставка временная, заявила Елена Мироненко. Она связана с оформлением документов. Глава ведомства также отметила, что ждет от нового руководителя смелых и неординарных решений, конечно, интересных проектов. Задачи, как всегда, глобальные, масштабные. Как минимум в 2017 году получить новый приз европейский. А дальше посмотрим. Ну а текущие какие-то задачи есть? Текущие есть. Система менеджмента, управления, приведения зданий в соответствующий вид. Создание каких-то новых ярких проектов, безусловно, тем, которые уже существуют и которые нравятся как красноярцам, так и гостям города. Поэтому я думаю, что масштаб этих проектов, в общем-то, и вдохновляет нового руководителя. Мои ощущения, ну, внутри меня сумбур, да, потому что я переживаю очень сильно по этому поводу. И для меня тоже было очень таким важным, какое решение будет принято министерством, да, что будет происходить дальше с музеем. Поэтому поддержка, доверие, которое оказало министерство, ну, сегодня для меня это самое большое, наверное, впечатление. Я, конечно, не знаю, как на это отреагируют мои родители. Вот, наверное, для кого это будет истинным шоком. Назначение Марии Буковой сегодня прокомментировал и бывший руководитель музейного центра Михаил Шубский. По его мнению, она профессионал и хорошо понимает концептуальное искусство. И как человек, она неплохой. А вот это все остальное, дай бог, наработает. Я думаю, коллектив ей будет помогать, потому что коллектив к ней относится очень хорошо. И мне кажется, если еще будет помогать министерство, мне кажется, может все и получиться. И к другой теме. В России зафиксированы множественные случаи заражения штаммом так называемого свиного гриппа, который намного опаснее и тяжелее обычного. Что нужно знать об этом вирусе и как правильно защититься от болезни, расскажет Дина Володина. На этой неделе в разных федеральных средствах массовой информации говорили о случаях заражения свиным гриппом и даже о летальных исходах. Как обстоят дела в Красноярском крае. Есть ли у нас случай заражения и грозит ли нашему региону эпидемия? Давайте разбираться. Болезнь протекает тяжело. Первые симптомы возникают быстро, спустя 12-15 часов после заражения. Недук валит больного буквально с ног. По данным Минздрава страны, в этот раз свиной грипп пришел с Украины. В России есть уже и случаи смерти. Впервые грипп штамма АН1Н1-09 был выявлен в 2009 году. Теперь он сезонный, но не менее опасный. Эпидемия началась уже в 13 регионах страны. Заболевание протекает гораздо тяжелее. Вплоть до того, что с двусторонними гриппозными пневмониями по 10 дней в реанимации на искусственной вентиляции легких находится. Когда человек заболевает, и заболевание проходит сразу в тяжелой форме с интоксикацией, это рвота, диарея, может быть сильные голодные боли, высокая температура сразу, подъем выше 39 градусов, то рекомендуется сразу обращаться к медицинским работникам. Помимо основных симптомов, насторожить должны затрудненное дыхание и одышка. Медлить нельзя. Болезнь протекает стремительно и этим опасно. Осложнения наступают на второй-третий день после заражения. По статистике Роспотребнадзора в 2009-м, в нашей стране от него погибло почти 20 тысяч человек. Тяжелое течение и способность вируса поражать людей ослабленных, людей с сопутствующими заболеваниями, и группы риска тогда были определены. Это люди с диабетом, это беременные женщины, это люди с ожирением, вот эти и это маленькие дети. Группы риска, которые подвержены очень быстрому развитию осложнений, очень быстрому развитию пневмонии, из которых человека не всегда можно вывести. Как нам рассказали в Краевом управлении Роспотребнадзора, на территории нашего региона случаев заражения тем самым пандемическим свиным гриппом пока не зарегистрировано. И в этом, как говорят специалисты, заслуга стильных морозов. Хотя эксперты отмечают в целом, заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае начала расти. У нас есть еженедельные пороги рассчитанные, то есть уровни заболеваемости для каждой недели. И на сегодняшний день у нас эти уровни не превышены. Заболеваемость рассчитывается в зависимости числа обратившихся. Поэтому по количеству обратившихся мы будем прогнозировать нашу ситуацию. Но мы по прогнозу ожидаем подъем заболеваемости на пятой, шестой неделях этого года. Лучшее, что можно было сделать, это привиться прошлой осенью, но сейчас прививку ставить нецелесообразно. Иммунитет вырабатывается 2-3 недели. Поэтому врачи советуют укреплять иммунитет и не пренебрегать элементарными правилами гигиены. Избегать людных мест, чаще мыть руки с мылом и обязательно проветривать помещение 2-3 раза в день по 15 минут. Мы готовы на сегодня нашей территории к встрече с этим гриппом. У нас достаточное количество лекарственных препаратов, именно противовирусных, которые мы сегодня используем для лечения данного заболевания. С целью профилактики сегодня есть достаточная прослойка, то есть иммунизированных людей против гриппа. И в состав прививки как раз входил и штамм пандемического варианта. Поэтому будем надеяться на то, что все будет благополучно, как и в 2009 году в нашем крае. Также медики советуют перед выходом на улицу смазывать слезистые носа оксалиновой мазью, носить марлевую повязку, а для активизации иммунной системы употреблять кисломолочные продукты, цитрусовые и натуральные белки. Дина Володина, Павел Пателицын. Новости. Специалисты сегодня обсудили перспективы развития дорожной инфраструктуры в нашем крае. Какие факторы тормозят процесс строительства дорог и как можно исправить ситуацию, расскажем после рекламы. Привет! Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. В магазинах Яртехника. Снегоупорщики, мотоблоги, электростанции, тепловые пушки, котлы, бензопилы и электроинструмент по доступным ценам. Купи товар на 5000 рублей и выиграй 30 тысяч. Розыгрыш 1 февраля. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Вернемся к новостям. В Каннске рядом с мусорным контейнером были найдены портреты ветерана Великой Отечественной войны, оформленные как транспаранты бессмертного полка. Леонид Юрков разбирался, как такое могло произойти. Портреты фронтовиков были найдены на этом самом месте. Людмила Сеитканова работает неподалеку уборщицей. И утром, выбрасывая мусор в контейнер, женщина опешила, увидев под ногами фотографии ветеранов. Я вообще не понимаю этих людей, кто это сделал. Это кощунство какое-то. И что интересно, что повторяется все это. Я в прошлый год то же самое. Нашла бархатную коробочку, а там внутри лежал орден. На данный момент портреты Тамары Памятных и Мефодия Жежеля переданы в Каннское отделение бессмертного полка. Местные кураторы движения недоумевают, как фотографии оказались в мусоре. Чаще всего портреты фронтовиков на параде на 6 и 9 мая несут только родственники. Но чтобы родственники выбросили портреты своих фронтовиков в мусорку, мне кажется, это какой-то нелепый случай. И я очень надеюсь, что это произошло случайно. История о портретах фронтовиков была показана в эфире местного телеканала. После чего сразу же откликнулись родственники Мефодия Петровича Жежеля. Внучка его сестры Татьяна заверила нас. В Каннске с портретом фронтовика никто из родственников на парад не выходил. Честно говоря, я была в шоке. Не ожидала, что он сам уже давно уехал. И тут его на фотографии кто-то выкинул. Родственники просто не находили слов. Сегодня в нашем распоряжении оказались кадры с камеры видеонаблюдения, выходящие на мусорные контейнеры. Она зафиксировала мужчину, который, вероятнее всего, и выбросил портреты фронтовиков. На кадрах видно, как он среди бела дня, ничего не стесняясь, оставляет несколько коробок и уходит. Личность мужчины, к сожалению, пока установить не удалось. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. В республике Никарагуа откроется учебный центр Сибирского юридического института, где латиноамериканских наркополицейских будут обучать красноярские специалисты. Они уже не первый год ездят в Перу и Никарагуа с тренингами. И с последней такой командировки вернулись совсем недавно. Что больше всего их удивило и чему учат иностранцев, узнала Ольга Тишинина. Это кадры задержания наркоторговцев в Никарагуа. Все выглядит натурально, но на самом деле это игра, тщательно срежиссированная красноярскими специалистами. Так они учат латиноамериканских полицейских бороться с наркоторговлей. Преподаватели Сибирского юридического института ездят в Никарагуа и Перу с тренингами пару раз в год. На их занятиях отнюдь не студенты, а уже опытные специалисты, от прапорщиков до полковников из 18 латиноамериканских стран. Вместо скучных лекций красноярцы упор делают на практику. К примеру, нужно найти на вилле тщательно спрятанные муляжи наркотиков, оружие и денег и суметь правильно провести задержание. После вместе разбирают ошибки. При производстве обследования вы не использовали перчатки. Это делать необходимо. Занятиями в Латинскую Америку наши преподаватели ездят не случайно. Оттуда во многие страны, в том числе и в Россию, идет поток наркотиков. Профессор Николай Железняк, один из преподавателей, который занимается с латиноамериканскими полицейскими, говорит, чем лучше они их обучат, тем меньше наркотиков попадет в нашу страну. Рассказывает, конечно, физически они подготовлены неплохо, а вот оперативная работа хромает. Но учатся они быстро. В прошлом году на практическом занятии удивились. Задержали сразу шесть настоящих сбытчиков. Когда мы встречались с преподавателями антинаркотической школы, они с удивлением и с раздражением сказали, что мы их учим год, они выходят и не умеют работать. Вы приезжаете на две недели, и через две недели они начинают работать. Это очень хорошая оценка нашей работы. Мы, честно говоря, такой оценкой очень довольны. Занятия иностранцам так понравились, что даже попросили открыть у них российский учебный центр. Камень в основание здания заложили в 2013-м. Сейчас еще идет стройка. И преподавать там будут также специалисты из Сибирского юридического института. Это не случайно. Только вдумайтесь, наш вуз единственный в мире, где готовят с нуля будущих наркополицейских. Красноярские специалисты ездят с тренингами в 26 стран, обучают офицеров в Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Беларуси, Афганистане и Пакистане. Наши преподаватели будут на постоянной основе находиться в Никарагуа, там работать с представителями антинаркотических ведомств всего латиноамериканского региона. Для нас это очень важно. С одной стороны, это чувство гордости, колоссальное чувство гордости. Я не думаю, что многие вузы в Российской Федерации могут похвастать наличием своих филиалов полноценных, настоящих, не дистанционных, как сейчас принято, а вот таких вот очень активно действующих в дальнем зарубежье, в Латинской Америке. Кстати, за знаниями иностранцы приезжают и в Красноярск. Это студенты из Монголии, из бывших союзных республик. За все время моего обучения я круто изменился, я стал более дисциплинированным и ответственным. Важно для меня общение со своими сверстниками, так как в данном институте учатся не только представители одной национальности. Здесь очень много национальностей, и это позволяет расширить свой кругозор. Ну и эти связи, думаю, в дальнейшем тоже для меня понадобятся. В институте говорят, конечно, преподавать в учебном центре в Никарагуа будут специалисты с большим опытом оперативной работы и желательно со знанием испанского языка. В следующий раз красноярские преподаватели поедут в Никарагуа и Перу уже в апреле. Также на полтора месяца. Но, предположительно, осенью этого года в Латинской Америке откроется российский учебный центр. И борьба с наркотиками станет еще эффективнее, говорят специалисты. Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости. В выставочном центре Сибирь сегодня обсуждали парадоксы строительства автомобильных дорог в крае. Почему из-за вырубки деревьев для новых трасс сроки строительства могут увеличиваться на годы? В репортаже Андрея Стародыма. Впервые в строительной выставке принимают участие представители автодорожной отрасли. И это сразу привело к очень острой дискуссии во время круглого стола. Парадоксы дорожной отрасли – основная тема разговора. Причем участники настроены решительно, чтобы обсудить самые острые моменты, которые сдерживают темпы строительства автодорог в крае. Если умалчивать и говорить о том, что у нас все хорошо, и как-то себя там ласкать, и говорить, что мы ремонтируем молодцы, хорошо ремонтируем, хорошо содержим – это неправильно. Мы всегда должны находить те моменты, которые у себя в первую очередь должны искоренять. Умалчивать ничего и не стали. Например, руководитель управления автодорог по краю Вячеслав Цишук рассказал, что из-за волокиты с согласованием вырубки леса по строительству новых автодорог стоимость работ увеличивается на треть, а сроки существенно затягиваются. Недавно реализовывали проект Новогучама в Абонском районе. Само строительство автомобильной дороги протяженностью 6 километров заняло у нас 2,5 месяца. Документы мы готовили к этим вещам, начиная с 2010 года. Это просто ужас какой-то. 2,5 месяца строительства для того и для этого пятилетняя подготовка к реализации этого проекта. Как пояснили представители Министерства природных ресурсов края, все дело в том, что леса принадлежат государству. И вырубка любого количества деревьев согласовывается в правительстве страны, что понятно, происходит не быстро. Тем более, что с такими просьбами обращаются из других регионов России. Участники дискуссии пришли к выводу, чтобы ускорить процедуру, надо менять федеральное законодательство. Быстро это не будет. Это год, два, три изменения законодательства идет. Это юриспруденция. Также пересмотру подлежат различные нормы и стандарты, потому что, как отметили представители Крудора, дороги, построенные в прошлом веке, сложно оборудовать по новым правилам, не хватает денег. Но за нарушение ГИБДД обязана штрафовать. Госавтоинспекция является надзорным органом. Глаза закрывать мы никогда не будем. У нас для этого нет никакого ни морального права, ни чего. Мы будем работать, соответственно, привлекать к ответственности, если действительно со стороны собственника дороги, со стороны обслуживающей организации ничего не делается. Поэтому безнаказанно ни в любом случае не будет. Впрочем, договориться в каждом конкретном случае возможно, например, создавая адресную программу по поэтапной модернизации дорог для их безопасной эксплуатации, подчеркнули в ГИБДД. Круглый стол вскрыл только часть парадоксов в автодорожной отрасли. Чтобы детально разобраться в ситуации, подготовить аргументированные рекомендации, в том числе и по изменению законодательства, решено создать расширенную рабочую группу, куда войдут представители всех заинтересованных сторон. Андрей Стародым, Всеволод Никитин. Новости. В Шарыповском районе создадут туристический кластер. Что интересного найдут там путешественники и как планируют развивать внутренний туризм в нашем крае, расскажем далее в выпуске. Покупай товар на 5000 рублей, выиграй 30 тысяч и другие призы. Розыгрыш 1 февраля. Жилой комплекс «Глобус». Квартиры с улучшенной отделкой по привлекательной цене. Уникальное предложение и регулярные акции на сайте красглобус.ру. Измените свое представление об образе жизни. Жилой комплекс «Глобус». Расширяя горизонты. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже форму. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф «Черный». Честно – дешевле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск. В Шарыповском районе планируется создать туристический кластер. Местные власти объявили конкурс на проведение научных исследований, которые лягут в основу проекта будущего кластера на территории района. Какими будут курорты Шарыповского района и как будет развиваться внутренний туризм в крае, расскажет Александр Ловицкий. Одни из самых популярных мест отдыха в Шарыповском районе – это озера Большое, Круглое и Инголь. Всего же водоемов здесь более 300. По словам специалистов, при создании туристического кластера возможно их объединение в целую сеть маршрутов и баз отдыха. Как раз сейчас власти района объявили торги на научные исследования, чтобы впоследствии разработать проект туркластера. Его хотят включить в федеральную программу развития внутреннего туризма в России. Начальная цена контракта – полтора миллиона рублей. Победители аукциона должны до 16 мая провести оценку местных гостиниц, предприятий транспорта и общепита, турагентств, компаний, работающих в сфере торговли и развлечений, а также основных зон развития туризма. Начиная и продолжается работа по территориальному планированию туристко-рекреационных зон, по инвентаризации земель, которые пригодны для строительства объектов туризма, которые находятся в собственности муниципалитета и в собственности уже жителей района. Ведется разработка новых туристских маршрутов. По словам специалистов, Шарыповский район – это буквально кладезь достопримечательностей. И создание там туристического кластера обсуждалось неоднократно. Еще в июне прошлого года 18 выпускников Сибирского федерального университета защитили комплексную дипломную работу, где подробно расписали как новые пешеходные турмаршруты, так и велосипедные. Причем рассчитаны они были на разную аудиторию – от любителей активного отдыха до школьников. В частности, для школьников проект включает несколько объектов. Это святой источник Патни Лимона, целительный школьный музей, озеро Круглое, мораловодческое хозяйство. Маршрут построили таким образом, чтобы школьникам было интересно, чтобы показать основные достопримечательности района. И самое главное, чтобы впоследствии у тех, кто уже посетил эти экскурсии, возникало желание, ну, как минимум, рассказать об этом. Кроме того, уже разработаны и доведены до стадии пилотного проекта причальные палубы для личных лодок и гидроциклов на популярных озерах района, среди которых те же Большое, Круглое и другие, а также транспортная инфраструктура возле них. То есть предложено изменение подъездной дороги общего пользования, запроектированы транспортные парковки, паркинг временный и паркинг постоянно. Постоянный паркинг развит с учетом возможных пользователей маломобильных групп населения и общественного транспорта. То есть выведены автобусные остановки отдельную группу. Появление кластера предполагает комплексное развитие местного туризма, говорят краевые депутаты, поэтому улучшать курорты Шарыповского района будут при помощи частного государственного партнерства. Мы должны смотреть, скажем, если есть озера на территории Шарыповского района, то мы, соответственно, должны обустраивать эту территорию, не просто подвезти туда дороги, а чтобы появились базы отдыха, появились объекты какие-то, где человек может приехать, заселиться, прожить сутки, двое, трое, не знаю сколько. Получить какие-то элементы проката, велосипеды. Как раз для этого и будут привлекать инвесторов. Но это уже следующий шаг. Сначала нужно утвердить краевую концепцию развития туризма. Сделать это планируют в первом квартале этого года. Александр Ловицкий, Александр Ермашенко и Алексей Гусев. Новости. В Красноярске проходят всероссийские горнолыжные соревнования среди юношей и девушек. Для участия в них в краевой центр приехали 100 спортсменов из разных регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Новосибирской областей. Их возраст не старше 16 лет. За 4 дня соревнований ребята покажут свое мастерство в слаломе, слалом-гиганте и супер-гиганте. Задача лыжников проехать по склону, сбивая специальные цветные вешки. По итогам соревнований будет составлен рейтинг. Самые лучшие спортсмены смогут претендовать на участие в других первенствах, в том числе международного уровня. У ребят появляется реальная возможность попасть в списочные составы детской сборной команды России, юношеской сборной команды России. Вы знаете, что Олимпийские игры среди детей будут проходить в этом году. Там два представителя от России будут принимать участие. Ну и в целом, это возможность попасть на заметку к тренерам сборной команды.